Виталий, снова приветствую тебя. Первая сеть этой недели и, соответственно, наша с тобой вступительная встреча, когда мы снова после среды, по сути, такой временной лаха образуется, возвращаемся к финансовым рынкам, обсуждаем вместе с тобой. Ты очень часто делишься и фундаментальной точки зрения, поэтому большое тебе спасибо за твой фидбэк. Всегда очень интересно и полезно послушать. Друзья, мы для вас с точки зрения техники и фундамента смотрим на обычно одинаковый набор инструментов, чтобы, опять же, у вас было как можно больше информации о принятии решения. Ну что, пару слов о неделе текущей. Она обещает быть, особенно под конец, низко ликвидной из-за того, что в четверг день благодарения в США, я думаю, что все данные движения, ну, скорее всего, по классике жанра пройдут до четверга, допуская, что на тонком рынке, конечно же, есть вероятность каких-то мощных, более даже интересных движений, но, возможно, в этот раз все обойдется. Поэтому как раз у нас до среды с Виталием будет еще одна встреча. Попробуем также эффективно ее закрыть в плане анализа. Так, по статистике очень много будет данных по штатам, там и личные доходы, личные расходы, годовые данные по ВВП. Чат, каждый отчет, он инвесторами, трейдерами анализируется с точки зрения того, как все это повлияет на позицию регулятора касательно процентной ставки. Но я уже неоднократно в ходе последних недель после выхода данных по инфляции говорил, что, конечно же, из-за того скачка индекса потребительских цен, которые мы видели, уже вроде бы как все условия созданы для того, чтобы ФРС вмешался в текущую ситуацию, потому что уровни инфляции запредельных, 30-летние максимумы. Но это, опять же, только наши, друзья, предположения, те, кто следит за рынками, экспертов, аналитиков, просто спекулянтов. Главное, нужно дождаться непосредственно того, что думает ФРС. Я думаю, что это только после очередного выступления Павла. На этой неделе его не будет, поэтому в таком несколько подвешенном состоянии, наверное, индекс доллара, да и все те, кто хочет прыговать непосредственно только американской валюты, будут находиться еще в промежуток времени. Но не стоит расстраиваться, есть большое количество других активов, которые сейчас очень интересно ходят, и о них мы с Виталием уже говорили. Давай тогда к демонстрации экрана. У меня снова открыт первый актив, который я хочу разобрать. Ну, так, общую тенденцию обозначить. Это наш старый добрый американский фондовый рынок, который, друзья, при текущих уровнях, в принципе, можно безошибочно сказать, находится на исторических максимумах. Ну, я считаю, что несколько пунктов особо здесь роли не играют. Допускаю, что этот рост будет продолжен. И, собственно, лишь повторяю ожидания относительно того, что при таком фоне и при том, что американский фондовый рынок сейчас умудряется даже игнорировать ситуацию с ковидом в Европе. Это вообще очень интересно. Такое ощущение, что американских инвесторов и тех, кто засел вообще в американском фонде, ничем не испугаешь. Но, с другой стороны, это также является тревожным звонком того, что очень много такого спекулятивного капитала там собирается. Поэтому реально, когда снижение пойдет, паника сделает свое грязное дело и усилит эту нисходящую динамику, который будет наблюдаться. Но это только лишь когда-то там, в будущем. Друзья, пока что, наверное, здесь без изменений ждем развития восходящей динамики. По поводу статистики, почему американцы не боятся. Ну, я уже сказал, что на рынке сейчас рулит это деньги, да. То есть много денег напечатано, много спекулятивного. Как ты отметил, капитала много физических лиц пришло на рынок. Ну, и по поводу ковида, статистики. Понятно, что эта статистика вся нарисованная. Она сегодня есть, завтра нету. Вот это простой пример. Вот Израиль, да, есть такая страна. Есть страна Австрия, о которой, вот ты сказал, по поводу ковида в Европе. Есть страна еще Чехия и какие еще страны? Нет, 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 там еще как, а, Угоршина, наверное. Вот этих 3-4 страны, в них статистика по вакцинации практически одинаковая, где-то на уровне примерно 60-70% взрослого населения вакцинировано. Но в чем интересная статистика? Вот, допустим, вот простой логичный вопрос. Вот в Израиле вакцинировано 69% или сколько взрослого населения. И два месяца назад там болело очень много людей. И умирало тоже там относительно много. И прошло два месяца, и там уже смертность на нуле. А берем аналогичные страны, почему я взял там Австрию, Чехию. Там население аналогичное, то есть где-то примерно 10 миллионов, как в Израиле. И вакцинация аналогичная, где-то в пределах 60-70% населения взрослого или в этой форме. Но там статистика другая. Там болеют тысячами каждый день, умирают аналогично. То есть статистики практически по населению и по вакцинации одинаковые между этими странами. Но два месяца назад там умирали все, болели. А вот сегодня, если за последние несколько дней смотреть, там все гладко. То есть поэтому по поводу вот этих статистик, наверное, почему я это сказал, по S&P 500, наверное, инвесторы, которые сидят в S&P 500 знают эту информацию, что это все, скажем, берется с потолка, чтобы заставить вакцинироваться в Европе и так далее. Ну, думайте сами. То есть есть просто статистика, выводы. То есть человек, который умеет думать, он может сам сделать. Конечно, да. Мы, друзья, точку зрения свою не навязываем. Даем информацию. Ну, более-менее еще пытаемся обозначить тенденции. Ну, а вы, конечно, уже фактическое решение принимаете. Так, ладно, если вернуться к ситуации со финансовыми активами. Второй инструмент, который я разбирал, это рынок драгоценных металлов. Ну, и, конечно же, эталон здесь золото. Была сделка Болимит с уровня 1840. Сейчас мы котируемся повыше. Но, друзья, здесь даже глядя на график, можно допустить вероятность того, что актив, возможно, уйдет к более низким ценовым уровням. Поэтому, если вы присматривались и прислушивались и взяли в работу ту рекомендацию, которую я давал, имейте в виду, что, может быть, сейчас будет нелишним обозначить и уровень безубытка, выставить и ждать, как там ситуация будет развиваться дальше. Для тех, кто долгосрочно анализирует рынок золота, смотрит на него уже, может быть, в покупках, здесь все так же. Я лично уверен в том, что новые максимумы, они уже не за горами. Новые максимумы не могут быть обозначены просто так. Скорее всего, мы будем обновлять локальные хаи, потом небольшая коррекция отката и снова поход наверх. В целом, фундамент остается прежним. Если даже опустить тему с ковидом сейчас, которая, в принципе, может быть фактором поддержки для рынка драгоценных металлов, не забывайте также о том, что сейчас во всем местном мире растет инфляция и растет бешеными темпами. Поэтому классика жанра золота и почему этот актив пользуется спросом в периоды снижения покупательской способности традиционных платных денег, это все о золоте, опять же, и о том, что это отличный хеджевый инструмент. Так, дальше нефти была. Сделка в районе 80 долларов за баррель я покупал, честно говоря. Потом был локальный рост от уровня отложки. Я без убыток не переводил. Я думал, что все-таки будет развитие выходящего движения. И снижение нефти продолжилось. Опять же, если связать с темой ковидной Европе, это риски, которые всем вам должны быть известны еще по 2020 году, когда ухудшение эпидемиологического фона, это локдауны, это прочие ограничительные меры, которые негативным образом сказываются на экономике в целом, на мобильности людей, на их передвижении, свободе передвижения и снижает спрос на углеводороды. Поэтому рынок нефти, так же, как и все сырьевые инструменты, логично реагировать на тот новостной фон, который сложился в моменте. Я все-таки долгосрочно считаю, что нефть может еще восстановиться, но буду смотреть, опять же, на покупки только после того, как бренд снова вернется в район 80 долларов и выше. Я думаю, что в ближайшие дни это вряд ли произойдет, из-за того, что сейчас в Киуду, во всех статьях, по всем каналам, и зарубежным, и не только, обсуждается вот ситуация ковидного характера в Европе. Поэтому какой-то эффект нисходящий еще будет. Ну, а по поводу нефти, там же США попросила некоторые страны, или по поводу открытия резервов нефти. Да, этот фонд как раз был. Возможно, да, возможно, это, скажем, как бы основной триггер снижения с фундаментальной точки зрения. Я думаю, нет, потому что это обсуждали еще две недели назад, при этом нефть активно не валилась. Однако в четверг, когда стало известно о локдауне в Австрии и возможных ограничениях в Нидерландах, Германии и в Италии, вот тут нефть серьезно просела. Кстати говоря, по поводу продажи статистических резервов, я на своих брифингах очень много говорил в начале прошлой недели, и до этого еще, что такой сценарий действительно имеет место быть, потому что, ну, если взять США, конечно же, там самая настоящая боль, связанная с высокими ценами на топливо, и то, что сейчас происходит с рейтингом Байдена, который ниже Плинтуса, это, конечно же, тоже всем известно. Байден пытался в свое время надавить на ОПЕК, когда еще заседание не состоялось, чтобы они все-таки согласовали более высокие темпы роста нефтедобычи. Это, по идее, должно было снизить цены на нефть и потом уже впоследствии привести к снижению цен на топливо. Но не смог протащить свою позицию. Сейчас действительно обсуждается США, вот связка такая, но основных потребителей – Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Возможность реализации стратегических резервов, что, разумеется, если дополнительный объем появится на рынке, это негативный фактор и потенциальные снижения. Но, как, опять же, парировали те, кто активно следит за этим новостным фоном, я вот сейчас смотрю Bloomberg, как там отметили, много точек зрения, что этот фон уже не будет значимым, потому что, в конце концов, естественный рост проса, он будет более значительным, чем то приложение, которое потенциально может появиться на рынке. Ну и, во-вторых, ОПЕК может легко компенсировать тот объем нефтедобычи, который может появиться на рынке за счет продажи стратегических резервов, просто тем, что в начале декабря, когда пройдет заседание ОПЕК, примут решение чуть-чуть снизить объем нефтедобычи. И вот, пожалуйста, нейтрализация этого эффекта. Я думаю, что сейчас все-таки ковид – это тема номер один, поэтому, друзья, имейте в виду, что если вас интересует прямо локально идеей, как быть, я уже отметил, что пока как-то срочный потенциал за нисходящей динамикой, но я не сделал. Так, доллар-канадец – тоже сделка, которую мы разбирали. 1,2580 – это был уровень отложки селх-лимит. Я, признаться, друзья, до сих пор нахожусь в этой позиции, потому что надеюсь, что те, кто следит за канадцем, все-таки вспомнят про последний блок статистики, который был там за последнюю неделю, и смогут хотя бы на этом чуть-чуть отыграть свои потери против доллара. Но, опять же, из-за того, что происходит с рынком нефти, из-за того, как нефть влияет на канадский доллар, я уже не так уверен в том, что канадский доллар сможет покупать, точнее, по нему, перехватить инициативу. Но я предлагаю к этой сделке вернуться уже в ходе нашего следующего эфира в среду. Еще была рекомендация по европейской валюте 1,1268 сейчас. Я рекомендовал агрессивно шортить, когда были цены 1,1330. Соответственно, 1,12 take profit – это ожидания. Я их, честно говоря, не меняю и думаю, что в ближайшие дни мы туда реально можем уйти. Ковид и еще, как я говорил в прошлую среду, общее рыночное позиционирование, то, что большинство считает, что евро на дне, ну и евро как раз всех разочаровывает этим фактом, что дает в подарок все новое и новое дно. Поэтому пока рыночное настроение не изменится, сейчас по-прежнему, если анализировать расстановку сил в рамках кредитов компании Markets, больше 75% евро выкупают. И, разумеется, рынок идет по пути наименьшего сопротивления. Прежняя сделка остается в силе. Виталий, слово тебе. Ну и еще, кстати, по теме ковида, да, смотрел статистику, один врач-аналитик, так скажем, разбирал. Это данные Оксфордского института по поводу смертности. Ну, там целый, я, возможно, в следующий раз покажу картинку. По поводу там в разрезе всех болезней, там конкретно был отмечен 2017 год. Сравнивали с текущим временем. То там за 2017 год, ну, там разные там болезни. И вот именно респираторные болезни, там два вида их было. И в сумме за 2017 год в мире умерло примерно где-то 6,5 миллиона человек. То есть это в 2017 году. Это 6,5 миллиона. Там два вида болезней, там пневмония, еще какая-то, грипп, что-то вот в этом направлении. А за два года, 20-21 год от коронавируса умерло 3 миллиона человек. Ну, ты прям сторонник того, что это глобальный заговор. И на самом деле не все так страшно. Ну, смотри, я не сторонник, я вот смотрю статистику. То есть мы аналитики, да, и мы смотрим. Если вот умерло бы там, допустим, 20 миллионов человек, это другое дело. Но когда умерло, условно, по статистике 3 миллиона человек за два года, то есть это по полтора миллиона за год, и то мы не знаем, что там за данные, да, то там ты не должен быть сторонником. То есть ты адекватно оцениваешь ситуацию. Смотришь среди, допустим, вот взять там любой фильм по поводу коронавирусных каких-то, ну, вирусных болезней, да. Если вот такая статистика, вот реально ты там смотришь, там на улицу, там все падают, как Китай показывали, да, это одно. А если ты смотришь, понятно, что кто-то болеет, кто-то, то есть мы там болели, но я со стороны той, что вот эти все меры, которые принимаются, они негативно влияют на экономику. То есть и убивается какой бизнес, средний бизнес в основном, то есть с такой точки зрения. А выигрывают какие компании? Глобальные, там Facebook, там и так далее. Так что сказать, что я там сторонник чего-то, это неправильно. То есть и знаешь, как называют этих там антивакцинаторы и там и так далее. Нет, ты просто, я, допустим, там вакцинирован, но вот все, которые были болезни там в детском возрасте, там начиная с первого месяца до где-то условно 15 лет, там было целый список вакцин. То есть я вакцинирован этим вакцинами, и там условно и родители, и мои дети, то есть да. Но когда ты видишь другое, плюс, ну там уже по поводу теории заговора это другое. Поэтому я думаю, что это цель уменьшения населения. Будет ли она быстрой? Я думаю, что нет. То есть я там тоже смотрел аналитика, с которым я общаюсь последние 11 лет. То есть она будет какая-то медленная по поводу, чтобы не было какого-то такого быстрого эффекта. Где-то лет 20-30-40, возможно, как оно будет влиять. Посмотрим. И если бы там, понятно, кто-то говорит, у тебя нет там знакомых, которые там умирали или так далее. Но если бы было хотя бы процентов 5-10, не дай бог, то это другое. А если кто-то там бывает, допустим, у меня много знакомых, которых я знаю, родственников, много умирали от рака. То есть я же не отрицаю эту болезнь. Поэтому мы просто смотрим на статистику, и она показывает другое. А то, что там по телевизору показывают, это такое. Ну давайте вернемся к рынку. Китайский индекс. Напомню, целый месяц мы его практически покупаем. Откупали его с минимумов. Докупались еще на прошлой неделе, где-то выше 9 тысяч пунктов. С небольшими стоп-лоссами на текущий момент сработали стоп-лоссы по вот этим покупкам, которые я советовал в понедельник-среду. Покупка, которая была еще на позапрошлой неделе, она еще держится в безубытке. На текущий момент сложно сказать, что будет по китайскому индексу. Как-то у меня, возможно, это какая-то коррекция такая быстрая, но я пока каких-то новых идей по данному инструменту не буду давать. Почему? На прошлой неделе я еще говорил, что изначально, когда мы там в понедельник-среду еще общались, что индекс S&P 500 не показывает никаких признаков на снижение. Оно, в принципе, так и есть. Какие-то есть мелкие, но они пока… Вот я пробовал там какие-то спекулятивные продажи делать. Локально мы уходили, и все время там или безубыток, или стоп-лосс короткий. А вот, допустим, Dow Jones на прошлой неделе мы активно… Я с учениками разбирал, мы его рассматривали на шорт. Он локально сделал коррекцию такую достаточно неплохую. Плюс NASDAQ там тоже ничего не показывает. Еще шортили очень активно индекс RTS. Ну, здесь понятно, возможно, из-за каких-то нескольких факторов. Это нефть пошла на снижение, это первый фактор. Второй фактор – это политический, скажем, вот эти все моменты, которые происходят там в Беларусь, Польше сейчас. Возможно, это как-то влияет на снижение. Поэтому как-то спорно. Некоторые индексы уже достаточно корректировались, а вот S&P 500 пока нет. То есть удерживают вот эти гиганты, которые входят в него, крупные, вот этими байбеками, которые они делают, выкупают собственные акции. И за счет этого там 3-5, ну, условно, 10 акций там удерживают данный индекс. Все одно там красное. Ну, пока по S&P 500 сложно, но есть вот этот ключевой уровень – это 47.09. Посмотрим, если сегодня дневка ниже закроется, то, возможно, там завтра что-то более понятное можно сказать. По поводу золота с текущих, то есть то, что ты покупал, пока сложно сказать. Я бы пока золото не трогал. Возможно, оно пойдет с текущих в рост. Ну, каких-то хороших, понятных картинок нет. Мы пробовали его там рассматривать на шорт от уровня 1868. Пока мы падаем локально, что дальше получится, посмотрим. По нефти активно очень шортили данный инструмент. В принципе, и дальше вижу снижение. Через какую-то коррекцию, возможно, ближе, там, среда-четверг, какие-то новые точки входа будут. Дальше, на сегодня, что бы я хотел отметить, это обратить внимание на доллар-иену, валютную пару. Возможно, шорсть текущих или желательно подождать, как сегодня дневка закроется. Если мы не сможем перебить, там, условно, пятничный хай, импульс, а закрыться где-то что-то наподобие какого-то такого пин-бара, или желательно, чтобы мы под хай не закрывались дня, то секущих шорт возможен, он рискованный. Если шортить, то стоп-лосс ставить примерно в районе там 114.75, возможно, снижение примерно до уровня там 100-113, 112.80, где-то вот этим минимумом. Вот это такая идея на сегодня, которую я рассматриваю, и то она контр-тренд. И, возможно, вот если доллар-иену будут там заваливать, скорее всего, завтра вниз, то вот я обратил внимание, в пятницу то же самое, вот иена падала, мы ее тоже шортили с учениками, S&P 500 тоже делал такую в моменте коррекцию, то есть переходили такие активы с хеджем, да, то есть иена, там франк немножко в моменте падал, но сейчас S&P 500 выкупают. Дальше что еще было? Евро-доллар. В среду я советовал покупать. Были несколько причин, то есть была кульминация локальная, но, как видим, она отработала всего-навсего локально, то есть мы сделали примерно 60 пунктов, в данной сделке я вышел по безубытку, с текущих пойдем ли мы к 1.12, возможно, но у нас есть сильный уровень поддержки, это в районе 1.12.60, но это сугубо основываясь на уровне, без какой-то дневной хорошей модели, пока по евро ее нету, возможно, затянется какая-то коррекция. Если сегодня удержим 1.12.60, то у нас есть шансы сходить на более глубокую коррекцию. На прошлой неделе пока не получилось, там небольшая, то есть где-то в район 1.14 плюс-минус мы можем сходить. Поэтому с текущих, кто желает, может купить, но очень-очень рискованно. Поэтому пока останемся на доллар-иене, шорт с текущих рискованной завтра более надежный будет. И евро-доллар тоже возможен лонг с текущих, со стоп-лоссом. То есть это получается где-то 1.12, условно 30 можно поставить, если еще будет какой-то ложный. Да, пока вот так. Виталий, спасибо тебе за комментарии, за торговые идеи, за внимание, за, собственно, время, которое ты уделил. Следим, разумеется. Рынки очень активные, друзья, контролируйте риски. Загрузка депозитов, плечо 1.10. Это классика жанра, риск меньшинств управления. Я надеюсь, что, поскольку мы комментируем с Виталием каждый раз уже на протяжении многих и многих месяцев, вы знаете, что такой риск меньшинствует. Виталий, неделя только начинается, поэтому тебе, конечно же, тоже классных трейдов. В среду снова вернемся, обсудим, что изменилось, и по возможности дадим новые рекомендации. Спасибо тебе. Все, пока, удачи. Пока.